Здравствуйте, с вами магазин Город Вершины, меня зовут Александр и сегодня мы рассмотрим сумки от бренда Topic. Сумки предназначены для байкпаттинга, для велопутешествий. Собственно, чем они отличаются, как они крепятся и какие у них есть фишки. Начнем мы с задней части велосипеда и сумки, которая называется Баул. Крепится она к крылам седла и к спустильному штырю. Это хорошая альтернатива багажнику. Она позволяет защитить все ваши вещи, сразу их упаковать, не утяжелять велосипед дополнительными алюминиевыми конструкциями. По сути, это большая сумка, усиленная по бокам, у нее усиленное дно, объемом она 10 литров, максимальная нагрузка у нее 5 килограмм и ее можно удлинять или уменьшать при помощи специальных тяжек. Также она влагозащищенная, так что ваши вещи не промокнут. А если у вас есть багажник, можно использовать именно сумку на багажник. А если же это багажник Topic, то можно использовать сумку Topic со специальными рейлами. Это, в принципе, легкое крепление, в одно движение сумка фиксируется и не сваливается. Также ее легко открепить. Естественно, в нее можно затолкать уже куда больше вещей. Ее вместимость 22 литра и из основной метриколюхи у нее есть штаны. Естественно, у нее есть влагозащита и, помимо этого, есть ручки для переноски, кармашки сверху, кармашки сзади и внутри разделитель главного отсека. А если объема той сумочки вам не хватает или вы хотите существенно снизить центр тяжести велосипеда, можно использовать отдельно взятые штаны, которые крепятся на багажник. Она также имеет влагозащиту. Объем у нее 20 литров. 20 литров на одну сторону багажника. Вы можете повесить две, а если у вас передний багажник, так и вообще 4. В 80 литров вы вытащите все. Из интересностей, у нее достаточно усиленная стенка, она прочная и у нее технологичный крепеж. Если вы достаточно минималистичны, можно использовать маленькие подседельные сумочки. Например, даже такую аэродинамичную, которая отлично подойдет под шоссейный велосипед. Именно эта имеет крепленные стенки, она достаточно жесткая. У нее легкое крепление под седло, молния, защита от выпадения и там всякие органайзеры. Вот. Переходим к центральной части велосипеда. Здесь обычно используются всякие подрамные сумочки. Цепляются они примерно сюда. Они лаконичны, а у этой есть легкий доступ к вещам с обеих сторон. Маленькая функциональная сумочка крепится за вынос на верхнюю трубу. Ее можно притянуть на ленточку, можно притянуть болтами, если они присутствуют на раме велосипеда. Объем у нее 0,7 литра, много кармашков. Сюда можно спрятать мультитул или легкий перекус. Также не стоит забывать, что на нижнюю часть велосипеда крепятся всякие флягодержатели разных объемов и насоса. Тему крепления фляг можно перенести на руль. Существуют такие специальные сумочки-кормушки. Крепятся они вот сюда. Фляга в них вставляется. Помимо прочего, здесь есть всякие дополнительные кармашки под мелочевку. Она достаточно жесткая и имеет утяжки. Из разнообразия существуют еще подобные сумочки. Тоже крепятся на руль. Тоже влагозащит. Мешок на липучке с дополнительной утяжкой. Можно подогнать ее под свой объем. Если же этого объема не хватает, можно использовать сумочку побольше. Это уже гермомешок, который крепится через специальный переходник, который идет в комплекте. И засовывается оно примерно вот так. Также в компании Topic есть более прогулочные повседневные варианты. Если у вас круизер наподобие вот этого красного и в комплекте к нему нет сумочки, можно использовать специальные сумки-корзинки. Они также имеют легкое крепление на любой велосипед. В временном мере для навигации зачастую используются телефоны и, естественно, компания Topic делает и держатели для этих телефонов. Спускаясь немножко ниже руля, мы можем дорожить на вилке до дополнительных крепления. Или три. Бывает по-разному. На них можно нацепить тоже специальные крепежки, которые можно в свою очередь нацепить, например, в палатку. Либо же сюда можно нацепить большой регулируемый флегодержатель под бутылку. А если нацепить что-нибудь очень хочется, но этих болтиков нет, компания Topic делает специальные хомуты с этими же болтиками. Мы сейчас показали основные виды сумок, места крепления. Ну и стоит понимать, что на самом деле их намного больше. В коротком видео просто все не уместить. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать в комментариях или обращайтесь к нам в магазин. С вами был магазин Городные вершины. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До свидания.